Новоуральск становится светлее. В течение последних месяцев городские электросети занимаются реализацией программы по энергосбережению. Меняются старые светильники с натриевыми лампами на новые светодиодные. Сейчас активная работа ведется на улице Автозаводская. Подробности в сюжете Кирилла Пантелеева. Новые светильники имеют несколько преимуществ. Во-первых, они позволяют экономить энергию до 50%. Во-вторых, они имеют более высокую светодачу, то есть они ярче и эффективнее старых. Это помогает снизить затраты на электроэнергию и уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу. Сегодня светильники являются интеллектуальными. Там есть микроконтроллер, который в том числе демирует, то есть снижает уровень освещенности в зависимости от времени ночи в данной ситуации. Если с 7 вечера на сегодняшний день до 11 он светит на 100% мощности, то там с 11 он переходит на 70% свечения, потому что мы понимаем, что трафики как пешеходные, так и транспортные, они становятся меньше. Согласен с тем, что экономия будет образовываться, но экономия вещь такая интересная. Мы понимаем, что тарифы на электропотребление растут, и у нас здесь получается так называемый сдерживающий фактор, лишь бы не было больше. Но тем не менее, по нашим расчетам действительно экономия есть, и понимание администрации в том, что средства, сэкономленные на ресурс, они должны пойти в целом на дальнейшие работы по реконструкции и модернизации, оно, конечно, есть. В 2022 году на Уральские городские электросети установили около 720 новых светодиодных светильников. Они заменили старые светильники, которые были менее эффективными и потребляли больше энергии. В 2024 году работы по установке светильников будут продолжены. Мы идем по внутренней программе, все работы поэтапные, поэтому 2024 год мы уже понимаем, куда заходим и что делаем. В этой связи по реконструкции наружного освещения нужно сказать, что мы продолжим работу по улице Автозаводской от Комсомольской до Юбилейной и саму улицу Юбилейную. Таким образом, мы замкнем вот это кольцо, которое реконструируем там с 2022 года, потому что в 2022 году мы делали улицу Победы. Вот это наиболее, скажем так, технически устаревшие, как опоры, так и светильники, и действительно там требуется реконструкция. Установка новых светильников является частью программы энергосбережений, направленной на снижение затрат на электроэнергии и уменьшение выброса углекислого газа. Кроме того, новые светильники обеспечивают более качественное освещение улиц и общественных пространств. Надо отметить, что работы проводятся в рамках программы «Люди и города» госкорпорации «Росатом», которая нацелена на формирование и выстраивание устойчивой социальной среды в городах присутствия. Хочу сказать, что со временем, когда пришел Теменцев, очень изменилось в городе, в положительную сторону. И освещение дороги, парки, комсомольское вообще неузнаваемое стало. И вот приятно просто гулять. Где вот с детьми погулять, и просто нам возрастным сесть на лавочку, посудачить. Ну приятно просто. Действительно, он преобразуется. Мы рады и благодарны. Новые светильники появились в том числе на улицах Крупской, Белинского, Чкалова, Лермонтова, Строителей, Маяковского, Гастелло, Чурина, Комарова и бульвар имени Кикоина. Кирилл Пантелеев, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская обещательная компания.